Всем привет! Это будет финальное видео этого года про фавориты, про открытие этого года, то, что мне нравилось в косметике, то, что я открыла для себя. И давайте, наверное, начнем. Я начну с уходовой косметики для волос. Во-первых, для меня было открытием использование вот таких биошампуней. Чем они мне нравятся? Я уже говорила о том, что они не содержат силиконом, и это моим волосам очень и очень нравится. И помогает сохранить их свежесть на более долгое время, чем шампуни с силиконами. Поэтому они мне очень нравятся. Они принципиально марка. Я взяла вот сейчас у меня Белофа, и либо это Натура Сиберика, либо у меня были другие биошампуни, но они мне очень нравятся. Следующим моим открытием года это 100% была косметика Revlon Professional для волос. Я долго как-то не решалась попробовать, хотя она у нас была в продаже свободной. Но все-таки сейчас я не жалею, что попробовала. Она занимает уже первые позиции в моем уходе за волосами. Еще очень много всего хочется попробовать. Обязательно-обязательно буду это все пробовать, буду вам рассказывать, и вам советую обратить внимание на эту косметику. Следующим моим открытием была вот такая маска русского производства от Домашние рецепты. Крем-маска для волос укрепляющая. Конечно, не ожидайте такого эффекта. Как многие пишут, она не оправдала моих ожиданий. Естественно, что она не даст эффекта, как вот такая салонная, профессиональная и дорогая маска, например. Но эта маска именно для домашнего использования, для каждодневного, для 2 раза в неделю, как я ее использую. Она очень хорошо придает блеск моим волосам, она хорошо их распутывает. Волосы настолько мягкие, мне очень нравятся волосы после вот этой маски. Буду покупать обязательно еще другие и присмотритесь обязательно к этой маске. Следующее, давайте покажу вам то, что для тела стало моими фаворитами. Во-первых, я открыла для себя именно биосерию от Котаж. И вообще Котаж гелями для душа пользовалась давно уже. Но именно вот эту серию я в этом году открыла, ни капельки не жалею. Действительно отлично, она стоит немножечко дороже, чем обычная серия от Котаж. Но она потрясающая, такие запахи. Единственное, жаль, что там только 3 запаха. Вот этот вот запах тоже присмотритесь, даже может кому-то сейчас на подарок, потому что это потрясающе женственный такой запах. Также моим открытием стал вот такой гель для душа от Ивраше. Он мне очень понравился, он вообще отлично раскрывается в ванной комнате, в душе. Он пахнет вообще без какого-то привкуса химического в душе. И настолько мне нравится, вот именно Новым годом от него веет. Я его экономно расходую, очень нравится. Поэтому пока есть еще новогодние коллекции в продаже, тоже обязательно присмотритесь, кому нравится запах мандарина. И также моим открытием для рук был крем интенсив, вот такой от Атрикс. Я говорила, что он мне очень понравился. Я пользуюсь им каждый день на ночь. Мне нравится, как после него, вот на следующий день, руки целый день увлажнены. И практически нет, если не делаешь какую-то работу по дому, просто нет никакой необходимости нанесить крем. Настолько его хватает. Тоже советую присмотреться. Отличнейший крем. Далее, в этом году, благодаря Веронике, я открыла вот такой монтирующий лосьон, который я покупала 3 раза в этом году. От Aven. Очень мне он нравится. Действительно хороший. Следующим моим открытием в косметике для лица была такая косметика La Roche-Posay. Я взяла только эти два продукта. Естественно, у меня их было намного-намного больше. Действительно, очень хорошая косметика для молодой кожи. Поэтому, тоже могу вам посоветовать. И вот эта термальная вода, она у меня тоже практически закончилась. Эфа Клардо однозначно буду сама еще много раз покупать. Потому что отличная штука. И также не открытием, а просто могу сказать, что фаворитом. Потому что весь год я использовала разные скрабы для лица. Но все-таки могу сказать, что вот этот скраб, я его снова повторно купила. У меня был несколько лет назад этот скраб. И могу сказать, что я очень-очень довольна. Поэтому все-таки он остается у меня фаворитом. И фаворитом для глаз у меня стала косметика Matis. Но я, к сожалению, забыла принести просто крем для глаз. Но вы его могли видеть в моем предыдущем видео. И также вот этот вот крем от Clorans. Замечательный крем. Он мне действительно помог восстановить кожу вокруг глаз после летнего отдыха. После солнца. То есть какие-то морщинки он разгладил. Тоже очень хороший такой бальзам. Он называется даже не крем. И теперь мы перейдем к декоративной косметике. Я начну с кистей, пожалуй. Вообще, моим открытием были вот такие вот кисти от Ecotools. Никогда не думала, что кисти за такую цену могут быть настолько хорошими. У меня набор для глаз. Вот так он выглядит. В такой вот упаковочке очень дешевенькой. Но натурально, как они себя позиционируют. И также это вот такие кисточки. У меня здесь одной просто не хватает. Кисть вот эта вот, например, она свободно может заменить даже кисть 217 от Mag. Я этой кистью даже пользуюсь сейчас чаще, чем маковской кистью. Тоже отличные кисти. Они стоят совсем немного. Насколько я знаю, тоже советую присмотреться. Следующей кистью, которую, естественно, я не могла сюда не поместить. Это были плоские кисти. Я делала отдельный обзор. Одна от Dior, другая от Zyvon. Эти кисти я очень сильно люблю. Очень сильно мне они нравятся. И помогают мне каждый день в нанесении макияжа. Следующая кисть, это, естественно, Mag 217, которая у меня появилась этой весной. Вот такая кисть. Замечательная. Много о ней уже сказано. И могу только это подтвердить. Она очень хорошая. И также мне в этом году очень нравились кисти. Вот такие от Nostale. Я ими тоже практически каждый день пользуюсь. В основном вот этой вот кистью. Именно из-за ее размера она мне нравится. Для прорисовки каких-то мелких деталей. Для прорисовки внешнего уголка глаза. Люблю очень вот эти вот кисти. Далее, что я использовала в макияже для лица. В первой половине этого года я использовала Lancome. Он мне очень сильно нравился на тот момент. Но сейчас вот, когда прошло уже более полугода. То есть даже уже, наверное, месяцев 9-10 прошло с тех пор, как я его купила. Я могу сказать, что он сейчас какой-то уже не такой, какой был раньше. Его главный минус, и об этом я говорила в своих видео, то, что он окисляется на лице, он становится темнее. И могу сказать, что сейчас я уже во второй раз его не куплю, потому что появились намного лучше тональные крема. И хочется уже что-то новенькое попробовать. Далее, то, что у меня сейчас является фаворитом. Я использовала практически уже половину вот этого тонального средства. Это Dior Skin Forever в новой версии. Обожаю его. У меня цвет 0-10. Это матовое стекло. Это очень элегантный флакон. Это такое удовольствие от нанесения тонального крема. Ложится идеально. Абсолютно не чувствуется на лице. То есть, просто-просто феноменальный тональный крем. И даже, возможно, я его повторю когда-то. Также моим однозначным открытием стала пудра от Dior Skin Forever. Замечательная пудра. Я ее настолько люблю. У нее такое хорошее покрытие. Летом я ее использовала абсолютно без тонального крема. Такое хорошее было покрытие. Я думала, что она очень быстро закончится. Но нет, она у меня уже более полугода. При том, что я ее раньше наносила каждый-каждый день. Она хорошо подстраивается под тон кожи. И могу посоветовать. Даже в новом формате я уже пробовала. Но пока что у меня ее нет. Они очень похожи, в принципе. Следующий. Это, конечно же, фаворит первого полугодия. И сейчас у него зимой у меня тоже стали фаворитами. Я ими пользуюсь абсолютно каждый день. Это метенриты знаменитые от Guerlain. Я просто отсюда взяла все светящиеся шарики и положила их в другое место. И пользуюсь только вот этими матовыми. В восторге этот потрясающий запах. Не знаю, как он может не нравиться кому. Далее в качестве бронзера то, что я уже второй год использую. И просто у меня снова потянулась рука именно за этим бронзером. Эти румяна. Это Bourjois Blush Effect Duo. Не пользуюсь верхней частью. Хайлайтером пользуюсь только вот этим. Уже у меня второй год. И до сих пор, как видите, они... То есть даже не видно дна еще в них. Не знаю почему, но вот снова мне захотелось фавориты именно их поставить. Далее это персиковые румяна от Ardeco. Как-то я в последнее время очень часто пользуюсь именно персиковыми румянами. Вот эти румяна я использую каждый день. На день это идеальный цвет. Цвет у меня 13. Красивый очень. Следующее для лица это, конечно же, матирующиеся в салфетке от Shiseido. Не могла их просто сюда не поместить. Честно вам скажу, что им уже, наверное, 10 месяцев. И они до сих пор у меня еще не закончились. Я не знаю как так, как будто их здесь не сто, а как будто их, я не знаю, нескончаемое количество. Очень хорошее. Обязательно повторю, как только закончится. Потому что их уже здесь осталось очень-очень мало. Следующее, что я вам покажу тоже для лица, это консилер. Целый год я практически пользовалась Art Deco Minerail. Такой вот консилер. Довольно. Не захотелось покупать какого-то другого консилера. Он у меня единственный был весь год. И до сих пор у меня не закончился. И тут даже видно, что его еще немножечко осталось, но тоже ненадолго. Очень экономичный. Хорошая, очень плотная покрывающая способность. И, кстати, много хороших отзывов я читала и на косметисте, и на других косметических форумах. Читала об этом именно на консилере. У меня цвет 0,4. Следующее я, наверное, вам покажу то, что я для глаз использовала. Больше всего это однозначно второй год подряд. Это Adiosho Extard. Тушь. Потрясающая тушь. Хорошая. Нравится. Не знаю просто даже, что о ней говорить. Столько я о ней говорила. Следующее мое открытие это Clinique. Это открытие осени, если я не ошибаюсь. Это Clinique Highlands. Вот такая с необычной щеточкой. Белая красивая упаковочка. Нравится. Буду еще раз покупать, как только она у нас появится. Из Мазмаркета открытием, хотя недавно я ее купила, но могу сказать, что это уже точно открытие. Это Max Factor. Вот такая тушь, которую я на данный момент каждый день, каждый вечер пользуюсь. Но только она мне сильно понравилась. Это огромная-огромная щеточка, но она нисколько не мешает нанести хорошо тушь. Обожаю эту тушь. Буду покупать еще. Также для глаз то, что я использовала. Самые любимые мои карандаши. Несмотря на то, что у меня есть люкс. Но я захотела показать именно вот эти два карандаша. Один это Art Deco. Значит, водостойки в цвете 10. И другой это, который я недавно буквально купила. Он недавно появился просто. Это цвет 98. Такой бело-ванильный цвет. Не чисто белый. То есть не придает какой-то такой мультяшности глазам. Он именно подчеркивает красоту, свежесть глаз. Следующая также для глаз моим открытием стала база под тени Atte Mag в цвете Soft Ochre у меня. Я ее довольно много уже использовала. До сих пор я ей пользуюсь. Она мне очень нравится. Не знаю, ничего у меня на ней не скатывается. Тени замечательно держатся весь вечер, весь день. То есть иногда может даже продержаться сутки, если надо. Вот эта вот база. Никаких нареканий с моей стороны нет. Следующая база, которая тоже недавно появилась, но однозначно тоже открытие, потому что пользуюсь ей каждый день с тех пор, как она в моей косметичке. Эта база от Arteco минеральная, удобная, хорошо наносится тени, хорошо очень держится, хорошо тушуется. Следующая и для глаз, и для лица, то есть в качестве хайлайтера, это тени в цвете 400 от Nub. Я их использую и, допустим, наношу их вот сюда вот. Также я их использую в качестве главного оттенка на все вика, либо под бровь. Очень нравится сатиновый такой, как бы называть этот цвет. Он и не персиковый, он и не розовый, то есть под любой тип кожи. Если вы ищете хайлайтер, обязательно присмотритесь к вот этим теням, он вам будет служить очень хорошо, этот цвет. Следующее, то, что я в основном использовала для вечерних макияжев, если куда-то шла, это тени минеральные от Arteco, которые, к сожалению, перестали выпускаться. У меня в цвете Snowflakes 78. Очень красивый такой шиммер. На Новый год я снова их буду использовать в макияже. Тоже красивый, очень тень, как пигмент получается. Далее подводка для глаз тоже однозначно. То, что я купила в феврале месяц, по-моему, ее это от Илье. Я ее очень много уже использовала. Она вот такая вся в дырочках, но я ее очень люблю и пока что менять не собираюсь, по крайней мере, еще 2-3 месяца. В тенях для глаз у меня, вернее, давайте тени для бровей, то, что я использовала для бровей, когда я купила вот эту вот коробочку. Она мне очень нравилась, но потом я все-таки поняла, что что-то не то. Здесь не коричневый такой цвет, это такой более оливковый какой-то цвет. А вот это сильно темный для моих бровей. То есть я вот этот цвет больше использовала на внешний угол глаза. Вот эти тени я сейчас практически не использую. Просто красивая вещица, просто красиво она смотрится в туалетном или на туалетном столике. Вот, но как по функциональности я бы не сказала, что они не сильно нравятся. Все то, что мне абсолютно нравится для бровей, это фаворит уже второй год в моем топе занимает. Первое место это тени для бровей от Ardeco в цвете 5. Подойдет блондинкам, брюнеткам, шатенкам, абсолютно каждому цвету волос, каждой внешности, потому что с ним можно очень хорошо варьировать цвет, поэтому тоже, если у вас их еще нет, присмотритесь обязательно. Тени для глаз, опять же, в первой половине года для меня открытием моей любовью были вот эти вот тени, это именно Naked Eye от Too Faced. Именно вот эта палетка, хотя у меня есть Romantic Eye, но я ее практически не пользуюсь, честно говоря. Я использовала три первых цвета для дневного макияжа. Наверное, на протяжении месяцев, двух-трех я только ее использовала, больше ничего на дневной макияж. Сейчас моим фаворитом для дневного макияжа, хотя иногда я использую их для вечернего, это палетка от Ardeco, тоже второй год у меня уже в фаворитах вот эта палетка. Я люблю вот эти на данный момент цвета, я о них уже говорила, каждый день их использую, замечательная палетка, именно к ним у меня тянется рука, чтобы накраситься именно к вот этим вот теням. И тени для вечернего макияжа, для какого-то более стойкого макияжа, это однозначно тени от MAC. Я их очень люблю, хотя я их немножко уже уронила, они у меня разбились чуть-чуть, но не сильно, я их хранила много раз уже на плитку, на кафель, и все равно они очень прочные оказались. Я их очень люблю, часто использую именно для вечернего макияжа, потому что стойкость превосходительная просто. Так, далее я вам покажу то, что я использовала для губ. Во-первых, бальзамы, это от Carmex, вот такой, и в тубе. В тубе мне нравится больше, чем вот этот вот. Также это бальзамы для губ от Nivea, тоже разные, которые у меня были, тоже. Я ими раньше пользовалась, но все-таки это было в этом году какое-то переоткрытие, потому что я их снова купила. Следующее для губ из помад для меня было открытие, во-первых, я купила себе красную, такую ярко-красную помаду, которую, честно говоря, я только один раз носила, потому что еще как-то не привыкла на себе такое видеть. Это номер 326. Помада от Nouvea замечательная, именно по качеству, поэтому присмотритесь. Также в первой половине этого года мне очень нравилась помада от Estee Lauder, знаменитая ванильный тюфель, пользовалась удовольствием, но сейчас она немножечко подсохла, и поэтому очень сильно сушит губы. И также помада последняя из фаворитов, это была Art Deco, я тоже давно не решалась после неудачного опыта с одной суперстойкой помадой от Art Deco, не решалась их попробовать, но все-таки попробовала. Номер 30, это Glossy Lip Care, называется вот таком вот нюди, но розовым, настолько сливочная, настолько приятная на губах помада, что, мне кажется, любой девушке понравится, и ее не чувствуется абсолютно на губах. В топе срез для губ, вернее, блеск для губ у меня занимает, как и в прошлом году, это Art Deco 28 цвет, Hydra Lip Booster, очень я его люблю. И также мне на данный момент нравится очень мандарин от Evroche, вот такой блеск для губ, он такой приятный, совсем не липкий, хотя вот кажется, что он будет липкий, он не липкий, он очень приятно пахнет на губах, очень так завораживающе пахнет. И теперь я вам покажу тоже лаки. Во-первых, для меня стали открытием лаки синих оттенков, мне они очень нравились, как они смотрятся на ногтях, поэтому часто их использовала, конечно же, не летом, но вот осенью я их использовала очень-очень часто, и зимой в том числе. И также для меня стали огромнейшим-огромнейшим открытием лаки от OPI, в этом году я первый раз только их попробовала, и осталась действительно в очень приятном восторге, потому что они мне сильно нравятся, и я их сильно люблю. Также я бы хотела заметить, что мне в этом году нравились лаки Орлена, я, к сожалению, тоже забыла их принести сюда, но вот у меня на данный момент тоже маникюр с лаком Орлена, все-таки они мне нравятся, очень хорошие, хорошо красят, то есть отлично держатся, тоже вам советую присмотреться. Я их показывала в своем видео про все для маникюра и педикюра. И последнее, что нам осталось, это парфюмы, я, к сожалению, забыла принести, но в первой части этого года мне очень нравился парфюм Lady Million от Paco Rabanne, я была влюблена просто в этот аромат, далее он мне немножечко поднадоел, и он такой более тяжелый, на лето я его не покупала. И, значит, летом я использовала Escada Thai Sunset, использовала практически каждый день, была влюблена в тот аромат, он у меня закончился, и сейчас я влюблена в вот этот вот аромат от Lulu Castagnet, Lulu Forever. Этот безумный такой флакончик, запах, не знаю, почему он мне так сильно нравится, и боялась, что он мне быстро надоест. Хотя много разных парфюмов, но вот почему-то именно этот аромат мне каждый день хочется на себе чувствовать, поэтому вот его выберу вот сейчас уже в последней половине этого года. Спасибо всем за внимание, мне было тоже интересно даже самой подвести итоги этого года, много всяких открытий было, но много всяких фаворитов я постаралась в этом видео быстро рассказать, потому что, собственно, про все эти продукты вы уже могли от меня слышать, и поэтому не было необходимости останавливаться много раз. Всем спасибо за внимание и пока-пока!